Сегодня ребенок сказал, так нечестно, мама 200 рублей заработала, я 300. Я говорю, пожалуйста, и объяснил, что сегодня она тебя пользовала больше, чем от мамы. Она собрала одну посылку, ты преподнес людям несколько очень важных информационных данных. А дальше что? Пожалуйста, поменяйся, дай ей 100 рублей, если ты считаешь, что я не прав. А дальше жизнь подскажет, так это или не так. Вот и все. Читаем. Так, ну Сафронов, Сафронов. Мирослава, привет. Вот, я тебя назвал дочкой, я не жалею. Меня что-то подкупило. И уровень образования. Интересно эта фраза. Вот, доктор наук отказался читать лекцию по прививкам. Так было, потому что 5 академических часов ему показалось мало. Я бы сэкономил бы время, я бы им за один день бы научил. Тут не надо 5-10 академических часов. Туда бы вошло 95% информации мусора, которые можно и не знать. А еще лучше не знать. Потому что привел десятки способов. Каждый можно рассказать. А нет, сразу сказать, что есть два способа эффективных. Еще парочка полуэффективных. Остальные, как говорил Чапаеву, наплевать и забыть. Ну, это так я вас среагировал на имя Мирослава. Так, ну, Алексей Алексеевич, вы на месте. Спасибо, а то вы мне позвонили и выразили опасение, что со мной не все в порядке. Так, мелочь. Как говорил, мы еще повоюем. Так, так что я рад, что вы это... Ваше присутствие, это моя главная поддержка. Это значит, Москва с нами. Так, смотрим еще. Брат на месте. Сейчас. Мне интересно, если молодежь. Вот что. А это редко сейчас бывает. Ну, через, знаете, сколько будет участников через неделю. 300-500. Все. Это пока наш круг. Ну, ладно. Николай, здоровьемся. Здравия. Данила. Эх, опять записи. Смотреть, работа. Данила, ничего страшного. Посмотрите, удобное для вас время. Спасибо за пожелание. Федосеева. Здравия. Виноградов. Здравия. Алексей Виноградов. Это я тогда... Как жалко. Самые роскошные абрикосы, по-моему, выросили вы. Из моих. Из моих. Вот. А пришли годы. Я все еще любуюсь теми фотографиями, которые меня чуть до эсфарта не дали. Я уж хотел вам уступить место электра. Вот. А вот за эти несколько лет, что изменилось? А помните, сколько вы нашли раритетных деревьев, на которых нужно вешать таблички? Охраняется законом. Где это все? Как? Почему замолчали? Петрунин, привет. Плетнева, мастерство. Удачи. Спасибо. Колесников, доброго времени. Так. Брат, здравствуй. Татьяна Комсомоль, здравствуй. Бухтияров. Казахстан. Свои люди. Курган, добрый вечер. Александр, здоровье. Виктор, здравствуйте. Виктор Константинович, подскажите, пожалуйста, нужно ли утрамбовывать песок при струтификации или не обязательно, чтобы было лучше для доступа кислорода? Дело в том, что сам по себе песок слегка сырой, он как-то по-другому надо сказать. Вот, что такое доступ кислорода? Это раннее пробуждение. Я делаю как бы наоборот. У меня что, по-моему, все видели, как ребенок слегка ступкой утрамбован, чтобы там не было этих самых, как это называется, воздушных, воздушных, воздушных пузырей, скажем так. Не гонько, легкое постукивание, не более того. А и плюс крышка, и крышка всегда закрыта. То есть, если так, недостаток кислорода, ну, дефицит кислорода, приводит к тому, чтобы затормозилось развитие. Нам нужно, чтобы до весны ничего не просыпалось. Вот представьте себе, что при прочих равных условиях, те, кто очень положил на сертификацию, они сейчас меня достают, что же мне делать-то? Там уже хвосты со спичкой больше. Тогда они берут, покупают то, чего не надо было бы, покупают горшки, садят горшки и на подоконник. Это болезнь всей страны. Причем многие делают это специально. Уже растет. Ага. Потом посадите, будете плакать. Значит, как теперь короче ответить? Нужно ли утрамбовать? Слегка. Свинин, привет. Снегирев, доброго времени суток, мир и добря, спасибо. Городничин, привет из Москвы. В Москве снегу по колено. Ну, что делать? Зима. Я считаю, что в марте в Москве должна быть зима. Чем позже проснутся деревья, тем больше шансов на вырожай. Это один из моих так называемых постулатов. Доброго дня, Кемельская область. Спасибо. Тверь, добра, света. Наталья, привет с Питерского края. Постоянно слушатель вебинаров. Каждый вечер закажется просмотр ваших фильмов. Вопросов все меньше. Ну, у меня все вопросы есть. Ну, пока все есть. Огород покрыт снегом по поясу. Я думаю, значит, есть время для теории. Котики ваши ждут в холодильнике, ждут посадки. Списал я с вашими родственниками по поводу саженцев. Каталог мне пришел весной, а саженцев осенью. Да, друзья, на весну уже ничего нет. Теперь вижу свой плодовой сад. В Юре Железо. Ага, вопрос чата. Ютуб-трансляции. Елена Амуржумова, добрый вечер, Рулли Кустинес. Есть у вас груши поздние для хранения. Дело в том, что если говорить про саженцев, я сказал, их уже нет ни поздних, ни ранних. Так? Зимних груш практически мы им не занимаемся. Так, один-два сорта. Ну, так сложилось, но не протянул я, рук не хватило. Летние есть, осенние есть. Осенние те, что у нас же Сибирь, на свету короче, осенние висят до мороза. А чисто зимних, это у меня семена. И семена, если увидели, там тоже нет зимних, если увидели каталог семян. Самая поздняя, это лесная красавица, это осенний сорт. Это осенний яковль, осенний сорт. Еще пару сортов. Но выращивайте из семечек груш, это надо быть подвижником. Так, так что будем считать, что практически нету груш, поздник для хранения. Олег Мизин, привет, из Брянска, снега только по колено. Лен, плечу, ангелебач, штамба. Ну, что я скажу. Вы у нас один из лидеров. Стоит только вам один разочек расслабить. Итак, несколько привить. Так. Некоторые из косточки. И вот те, которые получаются привитые, это уже понятно. Что я предлагаю их при пересадке обрезать. Если они из косточки, без привычки, пересаживайте, тоже обрезайте. А вот на второй год, вы понимаете, что это уже надо смотреть по месту. Есть такое дело, феноменальный рост, особенно абрикосов. И вы уже с этим сталкивались. И вот опять туда попадаю. Вот сюда. И что я лежу себе на кровати, видите? Никому не мешаю. Сейчас, секунду. Никому не мешаю. Так. И в это время раздается звонок. А у меня же под рукой телефон я взял, записал. И там как раз эти вопросы-то звучали. Два с половиной метра. Это дикий рост. Вот бывает так, что человек спират кнул, а потом увидел, что все растет даже слишком хорошо. И у него возникает проблема. Ну, куда вы прете? Надо хотя бы сделать какую-то прогружающую обрезку. И тогда я говорю. Самое главное, что касается абрикоса и груш. Делайте обрезку, если у вас огромные высоты. Я так и показывал. Помните? Стоит рядом, рядом с Авиничем. На цыпочках и не достает до верхушки. Это за один год. Так. И получается следующее. Если мы делаем формирующую обрезку, то они так, отрезая часть этой дынющей кроны, вроде все правильно, она пошла вширь. Но штамп становится беззащитный перед дождями. То есть, когда по штампу течет вода, он гниет. Это касается груш и абрикосов. А этого никто не знает. Видят последствия. Да, умерла. И начинает гадать. А она еще не умерла. А у него неправильная крона. Мало того, что она уже, когда обрезали верхушку, и она пошла вширь, частично уже дырявая крыша. Да груша это вообще смертельно. Только об этом не знают специалисты. Я сейчас вымужден. Ну-ка, у нас немного тут этих самых, как они называются. Сейчас, где мы были, где мы были, где мы были. Где мы были. Давайте сделаем так. Не только на задницу любоваться, а давайте мы сейчас посмотрим пример конкретный. Речь шла именно об обрезке. Так? Именно об обрезке. Давайте посмотрим именно об обрезке. Я специально подготовил эту тему. Вот. И начнем вот отсюда. Видите? Если мы берем саженец. Ну вопрос задали, а вы спросили на вебинаре, если есть. Ну считайте, уже есть. Если мы вот так не сделаем, мы получим абсолютно больной саженец. Абсолютно больной. А это вишня. И именно одна из причин, почему вишни дохнут буквально миллионами по всей России. Этого не знает практически никто. Ну на шутский круг 300-500 человек. А если за все годы многие как бы отошли, мало бы все выучили. Ну пусть несколько тысяч. То есть миллионам это 11 тысячи получается. Ой, нет вишневого в садок. А пересаживать надо. А вишня все распространяется. Чем? Криви от отками. А корнюка от отков корней с гулькин этот. Чуть не сказал чё. Вот вам причина одна. Так. Второе. Это очень нежная черешня. Что мы должны делать? Нам нужно кустовидная форма. Иначе там наверху, а я вам таблицу показывал. Не теплее, как учат. Специалисты, которые ни разу не мерили. С помощью этого термометра. Я мерил. И таблицы утверждают. Там холоднее. И значит вот это второе. Значит уже допустим саджутся один год. Вопрос задали. А надо? А он погнал вверх. Надо ли сделать ибрызг? А это нежная черешня. Тогда я говорю надо. Но у меня вот там, где был упрек был такой. А вы это самое режете, режете. И утверждаете, что у вас ничего не это. Ничего у вас не болеет. А нам запрещать резать. Еще раз. Один раз отрезали. Ранку сделали. Все. А не ваши эти десятки ран на дереве. Или как? Вы тогда что сказали? Я выпустился. Выпустился. Это застарелая наша это. Ссора. Я говорю. Вы что сказали? Ах, у вас просмотра мало. А вот у этих самых, которых вы критикуете, оказывается, смотрят же вебинары. Вы критикуете этих самых фей из этого, из телеканала Бобер. А вы им, у них миллионы просмотров. А вы что лезете? А у вас их тысячи. Ну и что? Они миллион человек увидели, как они стоят с секаторами. Режет, 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 режет. Идет вокруг. И режет, и режет, и режет, и режет. А это что? Один единственный раз на всю жизнь. А потом говорят, ну что же вы сами режете, а у вас не болеет. Ну, слава богу, от этой ранки ничего не погибнет. Ладно, пропускаю. Эта тема будет потом. Виды обрезки потом, виды обрезки потом. Вот это мой нюрнбергский процесс над вами. Не резься там, где ничего не делали, и никогда не резали. Хоть раз в жизни увидите, что такое грипп трудовик. Вот он. Это вам не языком молотит. Это настоящий грипп. Это настоящая фотография. Вот. А вот это вы приказали отрезать раз, два, три, четыре, резки. Приказали? А? Бедному человеку. Тут одной хватило, смотрите. Одной хватило. А вы что? Западыцово так отрезать? Еще вы скажете, надо делать сумму. Небольшой оставить. Это, как бы сказать-то, прилипчик. Вот, да, и тогда будет дерево живо. Он будет. На усилии человека уничтожить грушу. Это не все. Я сейчас дохожу. Да, это сейчас. Поймете, чем речь пойдет. Вот. Это я пропускаю. Это я пропускаю. А вот мои груши. Итак, внимание. Эта груша привитая. Я уже потрачу третий час на это. Эта груша привитая. И так как она привитая, она растет так, как ей вздумается. Вы ничего не заметили, когда Сенька, прекрасный мой внук, умница, которая это, маленький гений, который может потерять качество гения после нашей средней школы, к сожалению. Как он сказал? Я его не учил. Она хотела расти вниз, а Тимоша его правильно выпалил. Кстати, неправильно. Это он решил, что раз Тимоша его вертикально сделал, что так и надо. Нет. Ему надо было бок расти, потому что ветка привитая. Но это ладно, вопрос такой на особицу. Итак, привитое дерево растет, как считает нужным, как ему вздумается. И мешать ему нельзя. И все равно она старается уже привитая. И все равно вверх, 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 вверх. Спасти этот самый штамп, спасти ветки скелетные. Вверх, вверх. Чтобы как можно меньше. А эта засуха дичайшая. Она прозрачная насквозь. А годом раньше она была непроницаемая вообще. Просто засуха такая, что слабые мелкие листья. Все обмельчало из-за засухи. И все равно вверх, вверх. Не дай бог дождь. Не дай бог... Это мои наблюдения. Это мои наблюдения за почти 40 лет. Это гниение штампов. Гниение штампов из-за того, что прорежет крону, что она теряет качество, как крыша. Как в вашем доме. Снимите сейчас черепицу. И подставляйте ведра, тазы. А у него нет такой возможности ведра, тазы поставлять. Вот сильнейшую обрезку я сделал. Не, не омолаживающую. У меня уже были ветки на прививку. Все равно вверх лезут. Уже покрылась плодами груша. Уже все. Она была почти вертикальная. А не сдается. Все старается вертикальной быть. Но это опять засуха. Уже сколько может плодов дать? Хоть чуть-чуть дать потомство. Уже на грани смерти. Уже листья-то почти нет. Вот. А это до ненасти. Смотрите. 22-й год, август. Внимание. Что случилось? Маленькая. Дохленькая. Маленькая. Нет, ну это ладно. У нее что? А это... Дерево где-то 5 метров. У него... А помните, я корни показывал? То есть корни на 5, на 10 метров. И так нет. Вот. А эти дохленьки, не хватило влаги. У них корни это на 2, на 3 метра. Так? Нет? Вот. Смотрите дальше. А вот это мои гиганты. Вот два гиганта. А теперь скажите, пожалуйста. Ему засуха помешала дать рекорд на врага? Плевать они хотели на засуху. Сколько надо, столько воды напились. 22-й год. Я что, эти цифры сам тут брал эти, каким-то образом убирал эти? 25 августа, 22-й год. Свежайший с ним их. А почему? Да потому что они до сих пор штамп не сгнил, не сгнил, не сгнил. А вот это вот учат, как у них сажать деревья. Это ж надо, э-э-э-э, ухнем, ветку наклонить. Дерево не знало, что она должна быть наклонной. А потом несколько тысяч слупить с дураков. Вот, пожалуйста. Попробуйте дерево лишить этой самой штамбы. Что будет? Пока живо, вернёт. Пока живо. Тимирязевская академия, какой позор. Ладно бы тут было написано. Кроме груши, кроме абрикоса, я бы ещё стерпел бы. И на чёрт это яблони, как её называют, чешевидная крона, когда она сама, это же прививка, у неё нет штамба, у неё нет этого самого центрального проводника, видите? У неё нет центрального проводника. Это как бы это нарисовать бы сейчас, секунду. Как должны были растеть ветки, сказать? Внимание, показываю. Это моя работа, можно сказать, садиста. Можно сказать садиста. Сейчас я чуть-чуть убавлю. Вот. Вот как они должны были расти. Чуть прибавлю. Вбок должны были расти. И тогда вот они вот расстраиваются, а потом помните, как убирайте вот эти строк, две убирайте, они лишние, они не нужны. И человек целыми этими занимается эта дерьмовая работа. Сутками. А ещё, не дай Бог, платят десятки тысяч. Чтоб за него эту дерьмовую работу делали. Мы взяли, выпрямили. Мы взяли, мы... Вот. Ладно, идём дальше. Вы перейдите на середину, уже не будем. Да, я рассказывал, правда, в отдельном фильме. Ну, вы поняли, что такое груши? У них должна быть крона целая, невредимая. И никаких этих растаскиваний идиотских. Вот, где он там делся этот... Никносик исполнит. Вы представляете? И это показывает телеканал «Усадьба». На полном серьёзе. А я фотографию сделал, на следующем даре покажу. Несколько секунд вместо работы на 10-20 тысяч. Несколько секунд для того, чтобы взять на 5 веток этих несущих. Сделать так. Жык, 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 жык. И когда человек работал, я считал до 5, и всё. А малышей обрезка закончена. А при малышей обрезке всё это дурь, чем он занимается. А теперь мне надо попасть обратно, где я был. Нет, не здесь. Нет, не здесь. Наверное, придётся вот таким путём опять длинным. У меня память такая. Сюда, сюда. А, вот здесь я был. Так. Валерик, самое интересное, потом будет вопрос как раз про гроши. Так, так, так. Видите, как долго я вам отвечал. Всем привет. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, в общем, Наталья Ярушина, как мог, так ответил. Кстати, сейчас. ПОДПИШИСКАЯ Т병. ПОДПИШИСКАЯ ТВ. ПОДПИШИСКАЯ ТВ. Продолжение следует...